Эта история началась еще 40 лет назад в одном из городов Роблокса в солнечном Лос-Анджелесе. В то время еще не было смартфонов и интернета, но это не мешало жителям Роблокса наслаждаться жизнью. С виду могло показаться, что в то время все жили мирно. Но это было совсем не так. Во всех районах города процветал криминал. Воровство, грабежи и нелегальная торговля. Криминал был настолько развит, что у полицейских не хватало сил справиться с этим беспределом. Самой серьезной проблемой Лос-Анджелеса были бандитские группировки, постоянно воюющие между собой за территорию и сферой влияния. Погнали срубим бабла! Юбал! В тот день бандиты группировки Балас отправились за наживой на территорию банды Гоу-Стрит. Главной целью Баласа были продавцы нелегальных колумбийских чипсов. Гангстеры знали, что чипсо-бизнес – это основной источник дохода банды Гроу-Стрит. У барыг всегда было много рабакцев. Пока еще никто не знал о рейде Баласов. Ничего не подозревающие барыги продолжали спокойно торговать. Копы! Ах ты говнёк! Все попытки бегства всегда заканчивались плохо. В таких случаях жители района всегда обращались за помощью к СиДжею – главарю местной банды Гроу-Стрит. Алло, СиДжей! Тут Баласы! Едем! Довольные Баласы радовались хорошей добыче. Но счастье наглых бандитов было недолгим. Карательный отряд Гроу-Стрит уже ехал за их головами. Баласы были наказаны. Мои цветочки! Одному из гангстеров чудом удалось выжить. В этот день Чикалупа, как обычно, торговала чипсами на точке банды Гроу-Стрит. Ей приходилось заниматься этим грязным делом, несмотря на опасность попасть за решётку. Так как торговля чипсами приносила хороший доход и давала возможность прокормить свою семью, женщине приходилось рисковать. Арбузы есть? Арбузы? Есть! Сын Чикалупы не знал, чем занимается его мать. Он каждый день приезжал к ней на работу, чтобы получить какую-нибудь вкусняшку. Привет, мам! Здравствуй, сынок! Угощайся! Здорово, малой! Держи шоколадку! Здравствуйте, мистер СиДжей! Спасибо! Как идёт торговля арбузами? Отлично! Если так пойдёт дальше, ты получишь повышение. Недобитый Балас решил отомстить обидчикам и покрысячий сдал копам точку продажи чипсов. Алло, полиция! Хочу сообщить о торговле колумбийскими чипсами. Говорите адрес. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! Остерегайся Баласа! Последнее время они совсем оборзели. Не переживай! Я смогу за себя постоять! Всем стоять! Что за беспредел? Успокойся! Правая рука СиДжея, Биг Смоу, испугался копов и оставил своих товарищей в самый ответственный момент. Стой! Т're They game outside Check! А-а-а-а! Так-так-так! Торгуем колумбийскими чипсами! А-а-а-а! А-а-а! Ладно, ты можешь идти. А ты пойдешь с нами. Но мы же договорились. Малой не подозревал, что его мама торгует чипсами. Он очень испугался за нее и от отчаяния набросился на полицейского. Отпусти маму! Прости, пацан. Я сделал все, что мог. Трусливый Биг Смоул бежал в логово банды Гроувстрит. Он был уверен, что СиДжея посадили за решетку. В голове предателя родился план. Как можно повысить свое положение в банде? Молчать! Теперь я босс банды! Биг Тести, ты что, попутал? Где СиДжей? СиДжей в тюрьме! Теперь я тут главный! План такой! Я босс! А вы приносите мне робаксы! А где брать робаксы? Братан! Я рад, что ты на свободе! Биг Смоул с позором вылетел из банды Гроувстрит. Он затаил обиду и поклялся отомстить Зелёным за такое унижение. Малой очнулся после жесткого падения с велика. Он отправился домой сообщить о случившемся отцу. Идриса нельзя было назвать хорошим отцом. Он нигде не работал, не помогал жене, а только пил блоксиколу со своими дружками. Слабак! Малой надеялся, что отец поможет вытащить маму из тюрьмы. Папа, маму забрали копы! Сделай же что-нибудь! Это её проблемы! Малого очень разозлило безразличие отца. Кросс, ты можешь только пить на её деньги! Ты наказа! Всё было кончено. Парень оказался в заперти. Последняя его надежда рухнула. Он совершенно не представлял, как теперь жить дальше. Привет, дики! Давайте соберём 10 тысяч лайков! И я сделаю для вас продолжение этой классной истории! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока!